Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. Сегодня я хотел с вами поговорить на такую тему, как пластическая хирургия и сахарный диабет. И влияет ли операция на уровень сахара в крови? Или как она влияет на уровень сахара в крови? Сразу хочу вам напомнить, что если вы пройдёте по ссылочке, которая к этому видео прикреплена, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, мы начинаем. Сахарный диабет – это достаточно серьёзное заболевание, но он бывает двух типов. Первый тип – так называемый инсулинозависимый. Обычно им страдают молодые люди, либо это генетически предисположенное заболевание, либо оно проявляется в достаточно молодом возрасте, и пациенты, к сожалению, вынуждены принимать инсулин постоянно. Это разные формы инсулина, всё подбирается индивидуально, но, к сожалению, они должны практически каждый день себе вводить инсулин. И второй вид сахарного диабета – так называемый сахарный диабет второго типа, или инсулин независимый. Он начинает проявляться в более, скажем так, пожилом возрасте, начинает проявляться именно в повышениях уровня глюкозы в крови. Достаточно часто он компенсируется сначала диетой, потом есть специальные таблетированные препараты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. Но уже в самые крайние случаи, конечно, тогда требуют введения непосредственно самого инсулина для того, чтобы уровень глюкозы в крови снизить. Соответственно, длительно текущий сахарный диабет – это достаточно серьезное заболевание, которое оказывает воздействие на многие органы, на сосуды, на сердце, приводит к определенным осложнениям. И вот вкупе всего этого надо рассматривать вопрос о том, возможно ли пациенту в таком состоянии проводить оперативное вмешательство, либо нет. Поскольку, конечно, сама операция – это достаточно серьезный стресс для организма, это в свою очередь также декомпенсирует уровень глюкозы в крови. Если уровень сахара высокий и он не стабилизирован, это очень плохо сказывается на послеоперационном периоде. Достаточно часто у таких пациентов плохо заживают раны, и бывают различные осложнения, в том числе и гнойно-воспалительного характера. То, сами понимаете, для пластики это очень нехорошо. Все решается индивидуально. Сахарный диабет – это, конечно, не приговор, что если он у вас присутствует, то пластику проводить нельзя. Но, как я всегда говорю, в каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально. То есть вы должны прийти на консультацию к хирургу. Но если у вас есть какие-то обследования, и вы ранее наблюдались у эндокринолога, на руках есть определенные анализы, связанные с уровнем сахара. Все это надо принести, все это надо показать. Хирург должен оценить, во-первых, степень вашего заболевания, то есть является ли оно такое достаточно легким, либо это уже запущенная декомпенсированная форма сахарного диабета. И, конечно, в этом случае в первую очередь надо начинать более интенсивное лечение у эндокринолога, возможно, подбор других препаратов для того, чтобы уровень сахара был стабилен и чтобы он не уходил за пределы нормы. Итак, соответственно, если у вас сахарный диабет в компенсированном состоянии, скорее всего, все-таки речь идет больше о диабете второго типа, поскольку если диабет первого типа, инсулинозависимый, здесь надо более четко разбираться во всех этих проблемах, исключать сопутствующие заболевания, связанные с сахарным диабетом. Это все более, скажем так, достаточно серьезно. То у пациентов, у которых имеется сахарный диабет второго типа, если он не ярко выражен, если достаточно диеты, чтобы скомпенсировать уровень сахара, то, в принципе, это не является противопоказанием к операции. Но, опять же, все-все случаи надо разбирать индивидуально. Вы приходите на консультацию, и подробно-подробно мы все эти вопросы с вами проговариваем. Если никаких проблем с анализами нет, если эндокринолог, у которого вы наблюдаетесь, также не запрещает вам проведение оперативного вмешательства, ну, тогда совместно мы принимаем решение, и, опять же, в зависимости от вида операции, эту операцию вам проводим. Если же есть дисбаланс в анализах, если цифры сахара достаточно высоки, и диета не помогает, либо какие-то препараты, которые вы принимаете, также являются бесполезными в данном случае, то, конечно, в первую очередь нужно заниматься лечением основного заболевания. Ну, а вопрос об пластической операции следует оставить на потом, скажем так. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорили на тему сахарный диабет и пластическая хирургия. Если вопросы у вас остались, пожалуйста, пишите их в комментариях. На них я вам обязательно отвечу. Ну, и все равно хочу вам напомнить, что если вы пройдете по ссылочке, которая к этому видео прикреплена, вы запишетесь ко мне на бесплатную консультацию. Всем здоровья, удачи! Будем с вами встречаться в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok